Привет. Я Алексей. Наша программа День Люди События. Первая наша тема. Петербурга наводнение. Санкт-Петербург славится количеством наводнений, в память о них установлено уже более 20 памятных досок. Водная поверхность занимает 10% площади города. За свою историю Санкт-Петербург был затоплен более 330 раз. Уже в августе 1703 года, чуть больше двух месяцев после основания северной столицы, вода поднялась на 211 сантиметров и смыла изрядное количество строиматериалов, завезенных для строительства Петропавловской крепости, много сонных людей и рухлядь их помочило. Наиболее крупным было наводнение 19 ноября 1824 года, когда уровень воды в Неве поднялся на 421 сантиметр выше ординара, уровень водомерного поста, установленный Горного института. Многочисленные реки и каналы Невской дельты слились с водами, покрывающими улицы. Под натиском яростных волн и ураганного ветра рушились стены домов, срывались крыши, падали вырванные с корнем деревья. Именно это катастрофическое наводнение было описано в поэме Пушкина «Медный всадник», второе событие этого дня. Открылся музей Прада в Мадриде. 19 ноября 1819 года в Мадриде в специально выстроенном великолепном дворцовом здании открылся музей, известный миру как Прада, одна из богатейших художественных галерей мира. Первоначально он именовался Королевским музеем науки и искусства, в коллекции которого насчитывалось 311 картин. И только после национализации в 1868 году музей получил свое нынешнее название – музей Прада, одноименное с окружающим его парком.